Welcome, welcome, welcome. Ну что, до ЛКСа мы добрались. Орехи играют против Клауднайнов. Сегодня вечерком. Их мы простримим. И, ну, может быть, целый гэс затронем, может быть, нет, пока не знаю. Мотивации нет. Намек понят, надеюсь. Так вот, что у нас по орешкам-то с Клауднайнами? 3-2-3-2. Но Клауднайны идут впереди. У Клауднайнов на одну карту больше выиграно. Поэтому по картам Клауднайны счет вроде как 8-6. У Орехов по картам счет 7-6. И Клауднайны, поэтому, находятся выше них. Соответственно, гипотетически, если Клауднайны сегодня проигрывают 2-1, но на следующей неделе выигрывают их 2-0, то Клауднайны будет выше находиться в позиции. Но, конечно же, проигрывать сегодня не хотелось бы никому. Ну, и баны у нас какие прошли. Фиора, бан Рея. Рей тот самый парень, который лучше сейчас топер, как мне кажется, по механике, наверное, и по агрессии среди всех топ-лейнеров. Но бывает парень фидит. Вчера Орехи проиграли свой матч. Шримп попытался на Евелинке что-то там погонять. В итоге погонял только Лысого на Евелинке. Ничего добиться не смог. Проиграл первую карту. Ну и на второй карте они не смогли камбэкнуться. И вот из команды 3-0 они превратились в команду 3-2. Напоминаю, что они сначала на прошлой неделе проиграли команде Иммортал. Счет стал 3-1. И вот на этой неделе проиграли еще одну карту. И стал счет уже 3-2. Так что из команды 3-0 они начали превращаться в стандартного среднячка. Что касается банов, ну вроде Cloud9 дефолтные баны сделали. Ну кроме вот Фиоры, но она направлена на Рея. Ну а Орехи, зная, что играют Cloud9, что очень часто мы от Импакта видим Трандла, очень часто от Дженсена видим Азира. Это направленные на Cloud9 баны. И Барт в приоритете пикается Cloud9 как Саппорт. Самый распространенный чемпион саппортский был Барт. Второй идет Карма. И третьим Браум. Вот такая последовательность у Cloud9. Причем Браума и Карму забирает на себя Смути. Хотя вчера Смути тоже играл на Барде. Да, сегодня Смути у нас саппорт в первой игре. Ну может быть его второй. И Cloud9 не понять. Они играют на рандоме саппорта. Выбирают такое впечатление. Орешки должны быть расколоты. Забрали Орексайку. Митиус не будет на своей любимой Орексайке гонять. Браум, как я говорил, Смути его играет. Сразу же Cloud9 забирают. И одновременно с этим берут ускорение. Ускорение будет от Северки. Учитывая, что Cloud9 взяли уже ускорение, я бы на месте Орешков задумался и Карму забрал. Да, Карму они забирают. Потому что сейчас Cloud9 могли бы пикнуть себе Олафа, Мидера Карму и Топера Контрпик и Удачи. У вас было бы жесткое ускорение. Теперь можно все еще пикнуть Олафа. Но под него надо пикать какого-то Мидера, который будет более ассасинейтингом заниматься. Но тут уже ассасинейтингом не поиграть все же, как-никак. Кейтлин и Карма довольно рейнджовые игроки. И сложновато будет даже Мидером, будучи ассасином, как-то добираться. Так что, скорее всего, Cloud9 пойдут как-то по дефолту. Может быть, Митиус пойдет через Элизу, но уже не пикнут вроде Ботлэйн под Элизу. Так что Элизу не будет. Ставлю, что это будет Грагас, к сожалению. И Топер будет какой-нибудь... Ага! Вот это интересно. Cloud9 решили Контрпик сделать Мидера своего. А Импакт будет играть на Шене. Он играл на этом чемпионате уже однажды с Шеном. Отвратительный был Шен из него. Он никуда не прилетел, линию проиграл, никого не убил. Игру Cloud9 проиграли. И Митиус будет на Колисте. Как раз тогда же Cloud9 это же и играли. Колиста плюс Шен. Только на Миде я не помню, кто был. И на Боте точно не было Северки с Браумом. Там что-то другое совершенно было. Но, видимо, комбинация остается. Ну, Митиус пыщ-пыщ-то будет делать. Но насколько хорошо это пыщ-пыщ зайдет. По-моему, Аша как раз была тогда у Cloud9. Аша плюс Барт. Вот что-то такое. И они как-то вот сидели. Там еще отвратительно сыграл Импакт. И отвратительно сыграл Бонифуфу. Он был на Барде. И очень много ультов не попадал своих. И в итоге ни Шен не ультил. Потому что зачем-то с командой ходил. Никого не сплитпушил. Просто ходит с командой. Как будто он так нужен. Сиди себя там на линии и убивай мопцов. Прилетаешь, когда тебя зовут. Воу! Рэй будет на Рамбле. Ребятушки. Рамбл плюс Виктор. Такая комба от Орешков. Ну, ничего себе. И с Рамблом я не знаю, что делать. Рамбла никто не видел. А Рамбл вообще-то в свое время являлся с самой большой контрой к Шену. Я помню те времена, когда игрались Джакс и Рэлли и Ринектоны. И Шен появлялся в игре. Потому что Шен контрил многих из этих чемпионов. И тогда надо было найти контру к Шену. И сразу же все пикали Рамбла. И ни хрена Шен не мог ему делать. Просто Рамбл издевался над ним. Но Дженсен готовится брать, по-моему, Твистед Фейта. А это-то олдскульная комбушечка. Ребятушки и комбас третьего сезона. Перешедшая в эту игру. Твистед Фейт плюс Шен. Это настоящий гангбэнк на ботлейне. Свингер партии, как хотите это называйте. Но любовь будет до гроба для Орехов. И тут сразу голова зачесалась у Орехов. Потому что вроде бы как все хорошо у них по пикам. То есть, получается, и Виктор вроде неплохо против ТФа стоит. И Рамбл должен быть неплох против Шена. По лесникам, я думаю, здесь равенство. По ботлейну, думаю, равенство. Но эти глобал, ульты... И не забывайте, что Твистед Фейт может просто спокойно играть 3-1-1. Сплит Пуш, потому что если на ТФа кто-то нападает, прилетает к нему Шен. А если на Шена кто-то нападает, прилетает к нему Твистед Фейт. Посмотрим. Будет ли свапы? Я думаю, свапы Клауд Найна постараются избежать. Потому что Виктор все же задоминирует Твистед Фейта иначе. Плюс, конечно же, Кендредке выгоднее, чтобы свапа не произошло. Ей будет возможность и погангать и мидлейн, и топлейн. Да и, в общем-то, и ботлейн. Клауд Найновский вполне может, наверное, победить. Сники со смути довольно агрессивные ребята. Дабл Лифт после вчерашней, ну и позавчерашней, позавчерашней, это Клауд Найны проиграли ТСМом. После позавчерашней победы над Клауд Найнами, Дабл Лифт сказал, что он вообще не понимает, почему Клауд Найны, играя через Бенни Фуфу, на линии он объективно хуже играет, чем смути. Смути не дает покоя Дабл Лифту. Дабл Лифта чешется все, и вот такие дела. Ну, у Клауд Найнов разные саппорты, разные игры, на самом деле мы это могли уже заметить, очень разные игры получаются. Со смути какие-то они жутко агрессивные получаются, но может иногда это плохо закончится. С Бенни Фуфу более размеренно, но бывает, что эта размеренность слишком иногда плохо заканчивается, пересидели там в каком-то моменте и все. Расставляют здесь ворды, Аполло сидит в кустах, да, особо Клауд Найны не ищут 2 на 2 матчапа, ворды они расставили только на реке. Шен, правда, увидел Рамбла, и посмотрим, да, никто никуда не свапается. Клауд Найны остаются здесь, уверены они, что будет все как надо. Нет, Браун пошел на топ, кстати говоря, и Северка тоже пошла на топ. Да, свапаются Клауд Найны, они ничего не видели, Вижен нам ничего не дает, то есть, либо это изначально было так задумано, либо не совсем понятно, как они пришли к этому выводу. Ну, ладно. Не знают Орехи пока, что Клауд Найны свапаются, поэтому Клауды будут, наверное, Раптора громко забирать. Метеус вместе с Импактом, Смайт есть у Метеус, он его забирает, перепрыгивает, второй левел есть, и пойдут ли они делать еще себе что-нибудь, непонятно, а здесь просто забрали Волков и убежали. По опыту получается то на то, даже Клауд, наверное, больше уходит по опыту, Импакт спокойно идет Экспешла гонять, того самого Экспешла, и очень сильно его нагонял, что Экспешл на самом деле не очень выгодно тут разменялся, потому что ему нужно хп. Хороший здесь ганг от смути идет на Кенни, но Кенни Барт изначально поставил, и не беспокоится о том, что здесь происходит. Ну что ж, включить режим фарминг феста должен обязательно Дженсен, потому что первые два левела, я думаю, он спокойно должен делать 18 мопцов из 19, а дальше начнется вот этот зонинг, и вот сейчас ему как раз нельзя ошибаться по мопцам, потому что ему идет очень хорошая пассивочка, которая заходит, я смотрю, он с синей карточкой постоянно заласхичивает, либо с автоатаки, и пока у него все получается. Ну а у нас свапы пошли, 3-0, 3-0 пуши, 15 фарма пока вот из статфейта, у Кенни гораздо хуже все по фарму идет, он при равенстве мопцов, оставшихся на линии, он минус 6 уже идет, он плохо заласхитил, а как раз таки Дженсен, по-моему, 19 из 19 собирается сделать, у нас тут просто миллиард экранов показывает, как будто мы с вами муха, и можем смотреть во все экраны одновременно. Это не особо важно. Так, осталось 6 мопцов. Одного, да, он первого не заласхитил мопца сейчас, у него должно быть 25 мопцов, а будет максимум 24. Дженсен одного мопца не заласхитил за все это время. Посмотрите, какая... Ай-яй-яй-яй-яй-яй, я хотел сказать, как ответственно подошел к этому Дженсен, к моменту того, с какого чемпиона он играет, что каждый твой ласхит, он гораздо дороже стоит. То есть, серьезно, каждый твой ласхит, он намного больше дает тебе денег, чем обычно. Поэтому синюю карточку кидает в кине, и в ответ пока ничего не делает. А Метеус, кстати, первый стак себе уже зарабатывает тем временем. Не повезло ему то, что в чужом лесу ничего не появилось, но сейчас же там по-другому. Могли только волки появиться. Это будет следующий стак. Так, ну а что у нас получилось? Шен с Рамблом. Рамбл 8 мапсов, Шен 3 мапса. Но Шен не брал Даран. Любопытная ситуация по поводу того, что Шен не брал Даран. То есть, Шен сразу идет в айтемы, и вот Могреску купил. Это будет Спирит Визаж первым айтемом. Что же касается Рамбла, то он потратил 440 голды, чтобы получить себе Даран Шилд, и что он с ним будет делать, пока не совсем понятно. Метеус с Рексайкой держится вровень по фарму. Твист от Фэйт тем временем тратит свой телепорт. На мапса, правда, прилетает. И в арт он идет ставить, кстати, неправильную точку. Не совсем понял Дженсен, где сейчас находится. Джанглер оппонентов попадает в поле, но Кинни оставляет в покое Дженсена, не трогает его, потому что ему надо самому как можно быстрее реколиться, и Дженсен решает подфризить линию. Посмотрите, очень мудро поступает. Он знает, что там ушел на рекол, он понимает, что сам сейчас запушить не успеет. Лучше просто сделать динай такой. Если бы был рядом кто-нибудь, можно было бы просто запушить и заденать 6 мапсов в открытую. Ну а так он зафризил линию, ну и посмотрим, что будет дальше. Метеус пока на руне выбивает, просто пробегает и идет в чужой лес. А нам тут показывают, что у Клоднайнов чуть хуже получается ластхит этой вышки предсуждать еще целый пак. Один мапсов, Рамбл-то уже как бы со своим процессом-то справился. Ему осталось тут просто добить, и все, вот денежки пришли. Ну, странно, что они быстрее это сделали, но ладно. Ну, сейчас Клоднайна с этим справится, но отстают по темпу, и Шену нужно делать эти деньги, а не Брауну помогать ему. Браун должен уходить. Джинсон тут поднапал на Кенни, чтобы тот не выбивал пинг, а тем временем Метеус второй стак уже себе выбил. Второй краб появился, но, к сожалению, здесь Шримп мешает процессу. О, Метеус успевает выбить в арт, остается там только пинг, а с пингом уже разберемся. 55 мапсов у Дженсона. Учитывая, как ответственно он фармился, я не удивлюсь, что максимум могло быть 59, что-то в этом роде. Ну, по времени тут вообще 6.30 прошло, у него 57 мапсов, очень хорошая статистика. Единственное, то, что вот Шен находится опять в таком положении, что у него ни херена нет. У него 3 мапса против 16. но, я думаю, вполне мог бы стоять. Клауд Найн же хотят допушить Рамбла до конца, а Шен, мол, пусть стоит против двоих, как сможет. Сники прибегает сюда, но тут сейчас будет интересное противостояние. Но у Клауд Найн есть преимущество Твистед Фейта, который с 7-ой левел уже на карте. Передвигается Метеус. Сразу же Волк сагрился, увидел Метеуса, начал бегать за ним. Посмотрим. Преимущество, я думаю, очень хорошее, потому что Шена сложно будет давить из-за того, что Твистед Фейт и еще один стак Метеус сделать. Это уже третий стак. Так вот, если Шена попытается задавить туда, прилетит Твистед Фейт, и если Рамбл останется, то Твистед Фейт сможет прилететь туда. Но посмотрим. Три игрока собираются давить. Тв не очень хочет возвращаться туда. Он намекает, просто свали, мол, а я этих мопсов не хочу терять. Вот что говорит он. Я не хочу этих мопсов терять. Клауд Найн сломали уже вышку. Здесь вышку тоже ломают. Шен отстает все еще по фарму и по опыту, но не так сильно. Клауд Найн уже на Тиро 3 вышли. Пойдут ли на Тиро 3 Орехи? Да, вроде идут, но тут-то у ТФ можно проснуться. У ТФ, тем более, скоро телепорт откатится. Тиро 3 уже ломает Клауд Найн, прилетает сюда и оставляет они в живых эту вышку. И совершенно тоже появилась возможность пофармиться. Ну что ж, этот размен, мне кажется, все же за Клауд Найнами. Мы это и по фарму можем видеть, но синий баф Клауд Найнами потеряли. Правда, синий забирают Сиверка там себе, забирает вместе со Смуте его. Но зато Дженсен без синего остался. Есть небольшие минусы. Кине минус 5 мопцов уже идет и еще здесь 5 мопцов пришли к Дженсену, но Дженсен прогоняет отсюда Сники и говорит, чувак, это не твое. Не-не-не, это его все же. Послал его Дженсен, сказал, иди-ка, ищи себе линию. Иди найди себе линию какую-нибудь. А у кто синий баф-то забрал? Метис-то, получается, забрал синий баф. Импакт отправится сейчас на топ, потому что здесь ему вместе со всеми быть не стоит, только мешает этому процессу. Я, кстати, не знал, что если ваш саппорт через Таргон заласхичивает мопца, а у вас есть кул, то тоже дается одна лишняя голда. Вот этого я и не знал. Только что заласхитил тележку с мути, и Сники получил эти деньги, и плюс одну голдушку за кул, ну, потому что типа засчитался КС. Дженсен сейчас самый богатый игрок на карте. Такого ласхита давненько я не видел. Я, кстати, статистику пересмотрел. На первом месте сейчас по ласхиту в Америке 9.6 идет Дженсен. На втором идет Феникс, который в прошлом году был чемпионом. 9.7 напоминаю, он сделал по истечению 18 игр. Сейчас он идет на... Ой, в импакт идут, но он 6-й левел и вроде выживает. Ну, а я вернусь к мыслям по поводу ласхита. У него сейчас 9.5 на эти игры у Феникса. Ну, мета немножко поменялась, чемпионы немножко другие. Рик Сайк, кстати говоря, через телепорт своей ульты спустилась мешать Метеосу забирать дракона. Если у Метеоса есть смайт, то все хорошо. Будет смайт. Война! Выигрывает ее Метеос! И идет двойное как раз телепорт. Шен плюс Твистед Фейт. Ульта. Рамбл сюда прилетает. Кинни нападает на Дженсен, потому что Дженсен увлекся, пошел за ним. Но надо было бы, наверное, вылавливать Рамбла. Дженсен отбегает. И, наверное, придется здесь реколиться и через телепорт возвращаться. Дженсен, не хочешь? Нет. А куда Рамбл слинял? А Рамбл как-то обманул Клауд Найнов и не потратив флеш, даже убежал. Видите? Да, кликнули Клауд Найн и поняли, где он нажимал все же рекол, в какую сторону он слинял. Этого они не заметили во время файта. Ну, давайте посмотрим еще раз повтор. Сейчас будет твист от фэйта ульта и он ультанул, но не полетел. Да, надо было на Рамбла лететь однозначно. Он полетел на Кине, а надо было лететь на Рамбла. Ну, ладно, не страшно. Забрал Сники, ой, извините, не Сники Метео с этого Дрейка у команды Орехов и сделали еще килл на Шримпе, который не смог оттуда убежать. Ну, посмотрим, что будет дальше. Втроем Клауд Найн выбегает вниз. Экспешл бросает Аполло, говорит тебе, я помогать не собираюсь. Ускорение он не дал общее, он дал ускорение только самому себе. У Аполло большие проблемы, это просто минус. Аполло ничего не тратит, понимая, насколько это бессмысленно. Кушка от Баэрда к Брауму была, конечно, смешная. Казалось бы, что это чушь какая-то, но на самом деле это был на флэш кушка брошенная. Как раз на единственный момент, куда мог бы отфлэшиться Аполло, но отфлэшиваться он уже не решился, не было здесь в этом смысла. И кто у нас получил килл? Меттиус получил здесь килл. Кстати, Меттиус играет через Берсерки на Кендретке. Это любопытный выбор, если честно. Дженсен немножко в опасности находится, он не знает, где Шримп, а Шримп у него за спиной, но далеко Дженсен не идет. Остается на линии аккуратничать, посмотрите. вообще не показывает себя, он как будто пропал с карты. Вот теперь Меттиус идет, будет расставлять ворды, и можно будет уже играть полегче. Меттиус фейсчекает, его подкидывает Шримп переключается на Меттиус, Меттиус отфлэшивается и здесь через Ешку упрыгает. Да, нормально. Сники, правда, здесь решил повоевать немного, потому что Шен на телепорте прилетает, ловит Шримпа, флэшивается за Шримпом и убивает его Дженсен. Подходит сюда Меттиус, он будет спасать Смути своей ультой, спасает его, но Шен не успевает залезть в эту ульту и умирает. Но оба отомстили за Шена и Кинника убили. Аполло будет подстреливаться, но куда тут стрелять, тут уже все. Меттиус делает килл и тут же полетел Твистед Фейт, выбирает себе желтую карточку, находит ее, делает килл. Сники с флэша, ну, наверное, не стоило. Честно, наверное, не стоило флэшиться здесь сники, он потратил свой дефенс с Амунирспел ради килла и килл все равно не получил. Тем временем, Рэй, который у нас на топе, играет на Рамбле, он ушел, конечно, жестко по фарму вперед, но в реальности ничего пока не делает и не было у него телепорта, телепорт был у Шена, ульта теперь есть у Шена, в этом и преимущество Шена, ребят, в том, что он может игнорировать топ-лейн свой и делать скиллы, а оппонент потом только и будет топпер писать «Играю один в девять», но он играет один в девять против мопцов, а Шен играет... Давайте посмотрим ошибку Шена, мне кажется, он здесь ошибся, потому что Метеос то ульту ему поставил, а Рамбл, он... Так, ульта сейчас будет от Метеоса, не, он не успел просто зайти, Рамбл ультанул, он, кстати, был рядом уже, вру-вру-вру, видите, он вот здесь вот был, он между двух вышек вот этих встал и ультанул, но когда все Клауд-9 перепрыгнули к синему Дрейку, ой, извините, к синему бафу, Рэй развернулся, тут у Рэя небольшие проблемы, Шрим подкидывает, Смути попадает стаком, это будет стан, и после этого таунта от импакта, наверное, даже таунт решили не кидать, и еще один килл для Метеоса, 3-0-3 уже, Метеос. Да, тут комментатор обращает внимание, что обычно нет такого килл-партиципэйшн у всех команд на ловле, но это все как раз связано с тем, что Шенн и Твистед Фейт летучие голландцы, они вполне могут себе позволять покидать свои линии и возвращаться на линии с успехом, а самое любопытное, что килл-партиципэйшн самый высокий у Севирки, но обидно должно быть, конечно, Сник, если бы у него было сейчас 6 киллов и 1 ассист, он бы был чуть больше рад, но с другой стороны, зато у нас Метеос просто монстр уже, я думаю, на базе у него целый айтем лежит, и Метеос уже, по-моему, с 5-ю стаками бегает, если я не ошибаюсь. Дрейк следующий будет не самый лучший для Клаудайнов, этот Дрейк как раз-таки не очень хорошо заходит для их тимкомбо, у Шенна самые большие проблемы это по убийству вышек, Твистед Фейт наоборот, очень хорошо вышки убивает, как раз-таки Дрейк по убийству вышек был бы шикарен для команды Клауднайн, потому что можно было бы и играть через Твистед Фейта оказывать сплитпуши, и играть через Шенна, который хоть и слабо бьет вышки, но зато заимел бы возможность за счет этого бафа. Клауднайн со спины находит Шримпа, попадает в него Кушка, бедный Шримп, он хочет выйти из этой игры, но ему повезло, он убежал. Рэй нажимает сюда телепорт, и я не уверен, что Дженсену стоит здесь воевать. Дженсен кидает карточки, много урона наносит, но идет погоня, пошла ульта, но не очень удачная ульта. Шримп, разворот гейминг, пытается сделать Клауднайн, и это получается ульта от Сникки, ой, извините, от Меттиуса, и от Сникки тоже была, конечно же, но здесь главное от Меттиуса была ульта кинута, спасла она всех. Сникки хочет повоевать, но все убежали под вышку, и тут уже не повоевать. Восьмой килл сделала команда Клауднайн, сделана на Шримпе, его разворот гейминг, сами орехи, скажем, прямо перечейзили, но это немножко тильт был, они просто сказали, хватит это терпеть, надо эту агрессию как-то аннигилировать, но агрессию здесь не снять, Клауднайны уж слишком начали доминировать, и это та игра, которую Клауднайны любят. Понимаете, я не хочу сказать, что вот вы подарили Клауднайнам Твистед Фейта, сами виноваты. Ну, они съели на этом собаку, ребят, это хаевские стратегии. Здесь, ой, Меттиус небольшие проблемы, правда, он на Ешке уходит, и умирает от риксаевской кушки. Ну, Рапторы того, наверное, Меттиус не стоили. Давай скажем честно, Меттиус, здесь ты, здесь ты, Чарли, ошибся. Не надо было Рапторов забирать, забрал Дрейка, отступаем. Он решил еще Рапторов забрать, вместе с собой утащил Дженсона туда, и в итоге отдали 2 кг Клауднайна ни за что. Ну, за Рапторов, и все же есть за что. Рив Геральда не рискнули делать орехи, они и так-то не очень хорошо положены. вот смотрим, вот, видите, война за Раптора, Меттиус тратит свой прыжок, ворует его, но на него сразу выскакивает кучу народу, подкидывает Меттиуса, у него нет флэша, он еще не откатился, нет ульты в прошлом, ух, какая кушка. А Дженсона пытался помочь и был убит за то, что помог другу. Ну, что ж, по деньгам, видите, не так все плохо, потому что Рамбл чувствует себя на высоте, у него 111 фарма, еще можно слить спокойно эту катку, но слить-то это другое дело. Клауднайн очень сильный лейтгейм, я на самом деле даже не вижу, как орехом выигрывать в лейте, Рамбла ульта не будет никого убивать, потому что она медленно овертайм наносит урон. Она ауешна, овертайм дэмэдж ульта. Как раз поэтому маска на ней собирает, на Рамблах постоянно собирается, а не собирается Рободоны, собирается маска, Жоня, некоторые рулай предпочитают тоже собрать, чтобы и другие спеллы замедляли, но это уже по ситуации. Ну и видите, здесь был собран портобелт хэкстэч айтем. Это прыжок с дэмэджем, прыжок никуда с дэмэджем. Так вот, а Метеус, играя на своем чемпионе, по сути является прямой контроль к Рамблу, потому что как только Рамбл ультанет, Метеус может ультануть на своих пацанов, которые будут в этом поле стоять. И Метеус играет через триньнити форс, если я правильно понимаю. Это любопытно, триньнити сейчас так, собирается стингер, плюс фейдж, плюс шин и грейт. И судя по всему, Метеус будет триньнити форс делать на киндредке, я такой билд еще не видел, но будет интересно это посмотреть. У Метеусу пять стаков, так и осталось, кстати, как было. Ничего у него не поменялось в этом процессе. Шримп, там вард вообще, если что. А, ну вот. Ну, мог просветку не тратить, потому что на нем была просветка, он просто почему-то не среагировал и тупанул. Ну что ж, 3-1-1 пуш начался, я думаю, от команды Cloud9. Северка как раз для этого и пикается. Северка, Кейтлин, ну и не знаю, какой еще чемпион подойдет для этого. Наверное, из реаля можно тоже записать в этот список. Это чемпионы, которые идеально подходят под 3-1-1 пуш. Чемпион принимает на себя вейвы, на миде держит их, а твои топеры и мидер в этот момент жестко сплитпушат, их очень сложно остановить. Джинсон у нас уже с 10 стаками на Руа, с Лич Бэйном, демеджи у него выше крыши, вылавливать он хочет только Кейтлин, но Кейтлин, правда, сейчас стоит за вышкой постоянно, и Cloud9 нам надо провардить, чтобы у ТФ была полегче ситуация, чтобы он мог действительно пушем заниматься. Все вроде зачистили здесь Cloud9, и варды расставили свои, ну а из-за того, что оппонент, ой-ой-ой, какую чушь сделал Кинни, казалось бы, но потом это сработало, в итоге Шен ультует на Сники, Шен прилетает, но Cloud9 на этом ломает вышку, и Рей тут, кстати, тоже был рядом. сколько у Сники осталось ХП, да прилично осталось у него ХП, ТФ сюда не летел, но он нажимал ульту, но решил никуда не лететь, он увидел ситуацию, что Cloud9 вроде как выдержали здесь эту битву, и решил не лететь. Напоминаю, что есть все еще телепорт у Шена и телепорт у Дженсона, то есть по-прежнему они сохраняют свои спеллы, о, бедные Сникио, ну, я про то, что у него 7 ассистов, ничего ему не достается, ну, а Мэтиус вроде как до Тринки должен был уже дойти, нажимает Recall и смотрим, есть ли у него уже Trinity Force, 1300 голды ему нужно было бы, чтобы ее собрать до конца, да, Trinity Force на киндредке, честно, первый раз такое вижу, не говорю, что это плохо, потому что, когда я первый раз увидел киндредку, мне казалось, Trinity Force на ней должна хорошо заходить, потому что чемпион все же не автоатакер, автоатаки это хорошо, но у нее очень много спеллов с прыжками, чем-то немножко она напоминает Каркача, как мне показалось тогда, плюс у нее скейл от Ability Power был там на 2 спелла и я подумал, что, ну, вроде как, должен Trinity Force неплохо заходить, но люди начали показывать другой на нее билд с использованием ее скорости атаки и просто автоатаки без критов и без пенетры, там, первое время там был Ботарк, еще потом Ботарк занерфили и начали только джанглерский айтем собирать, плюс Хурикан, это как альтернатива Ботарку была, тоже скорость атаки идет и много ауехок ауехок ну, Клаудайны не должны начинать втроем этого на Шора, поэтому я думаю продолжать играть 3-1-1 пуш хотят они использовать свои два телепорта сейчас но не могут найти возможность но есть дрейк почему бы на него не воспользоваться или Клаудайна исходит из того что у нас есть два дрейка и нам третий не нужен но почему не забрать третьего ведь у вас преимущество будет и потом через 6 минут и вы сможете еще и четвертого взять тем временем Твистед Фейт уже добрался до нижней вышки никого не смогли орехи туда отправить лететь АТФ вышку не сломал он не знает где находится вся команда орехов отошел очень далеко Дженсен но сейчас он наконец-то на вардах их увидел и продолжил пушить и Клаудайны смещаются на мид отправляют игрока который будет отпушивать это минус вышка снизу орехи за нее сражаться не будут пытаться сломать мид на Клаудайновский но это северка ребят сломать мид не получится Дженсен ломает вышку за нее зарабатывает две голды отдельно и отступает опять не знаю почему он любит отступать у нас Дженсен можно было мне кажется еще подпушить ну ладно мид тем временем ушел на Дрейка Клаудайна отпушили мид и Дженсен купил Жоню наверное вот поэтому он сделал ларикол потому что сейчас с этой Жоней он хочет синициировать какую-нибудь битву Жоня на Твистед Фейте берется не потому что вы боитесь что вас в тимфайте кто-то поймает и убьет Жоня всегда на Твистед Фейте берется для того чтобы вы были инициатором сражения вы прилетаете даете желтую карточку по оппоненту и нажимаете тут же Жоню они кидают вас спелы ничего эти спелы с вами плохого не делают потому что вы в Жоне отстояли и после этого у вас уже как раз кстати откатывается еще одна ваша карточка вы можете ее брать потому что вы ее первый раз когда нажимали выбирали это еще до того как нажали ульту по приземлению нажали Жоню вот еще время прошло и в итоге как раз там 7 секунд примерно будет кд вашей кушки конечно конечно в идеале лучше дать и автоатаку с карточкой и еще кушку не кушку а ешку свою дать или ну я может путаю спелы ребят короче это тройной удар по моему W это пассивка а вот эти два я может быть путаю да я походу путаю кушка это вот этот тройной удар и есть а как раз стан это ешка и есть ну извините если я перепутал на Твистед Фейте играл два раза идеальную статистику показывал идеального Твистед Фейта показывал нет Сникки не смог выбить здесь вард потому что он оказался в положении таком ну хочет он выбить этот вард но тут уже три автоатаки надо сделать получилось дал эти три автоатаки тем временем Твистед Фейт ушел вниз и держит тут линию Шримп любопытно так прошел поставил вард а тут полет Твистед Фейт с шмелем прилетает к Рэю и это минус Рэй Рэй еще ужасно ультует ни в кого не попадает правда здесь подходит вся команда но Клауд Найн и тем временем начинает делать нажора в два рыла и у Клауд Найн есть телепорт но никто сюда не телепортируется странно честно ребят странно мне кажется что после того как их прогнали ну Клауд Найн здесь снизу прогнали им надо было тут же нажимать телепорт Метеус вынужден улететь Шримп пытается убить но вот он первый телепорт идет прилетит сюда сначала Дженсен за ним же и прилетает сюда Шен и Дженсен спасает Метеус одним своим телепортом правда Клауд Найн потеряли аж целых три пинг варда вокруг на Шора а Сники не справляется с защитой своей базы вышку эту все же сломают чуть-чуть у них есть камбэк не получилось убить Рамбла у него слишком много ХП оказалось ну или слишком мало урона у команды Клауд Найн оказалось скорее тут к этому надо вести ХП тут было ни при чем просто урон наносил только один Дженсен таунт был дан в Жоню и таунт соответственно не откатился но у Рэя нет теперь флэша а как бы комбинация ульта Дженсена и ульта Шена очень скоро откатится и можно будет уже его наверное аннигилировать на этот раз окончательно причем по такой же самой схеме которую они показали Метеос добирает теперь Стерак хороший айтем на кендретке также на кендретке хороший хекс дринкер дело в том что хекс дринкера пассивочка очень хорошо работает на нем но стерак увеличивает вам скорость атаки и вы не умираете как бы в своей ульте стоите увеличиваетесь в размерах эту пассивку никто вам снять не может тут рексайка прилетела на ульте отбежала в сторону летает хочет поставить вард не получается ну а дженсон так же сюда пришел любопытно главное решили пойти другим путем просто на этот раз собраться всем вместе в одной точке и синициировать битву если кто-то пойдет мешать клауднайном забирать этого на шора рамбл вынужден пешком возвращаться вообще рамбл один из самых лучших чемпионов по мешанию забирания на шора как и гп клауднайны выбили синий тринкет и тут же начали делать на шора это очень хороший процесс мне всегда нравилось когда так делают выбиваете синий тринкет тут же начинаете его делать и выигрывает смайт войну Метеус хотя шерим был здесь рядом ульта у Метеуса если есть то все отлично но не нужно ее пока тратить аккуратнее надо быть рамбл не забывай а рамбл уже ультил а пока куда куда он ультил дженсон тут решил пойти в суисайд мод по аполло получается сделать скилл Метеус не спасает своего игрока но дженсон здесь остальных убивает Метеус не только своего игрока не спасает но и себя спасти не смог клаудайна эйсует при этом теряя смуте и Метеуса обидно должно быть хочу посмотреть повтор потому что с трех мест шли сражения я следил не очень красиво то есть я не увидел что рамбл ультанул куда я даже не заметил и как смуте и Метеус я не совсем понял умерли я дальше следил за инициацией от твистед фейта и шен за ним же пошел шен ультанул но уже в конце файта а сники все это время я так понимаю как раз вдалеке стоял и стрелял клаудайна вместе с этим нашором сразу же почистили дрейка давайте извините вышку там на меде давайте смотреть а вот она куда ульта вошла я в этот момент на смайт войну смотрел не очень хорошая ульта всегда за рамбла надо давать ульту на перегородку а не такую я понимаю что он хотел на шора застелить ну тогда надо было может как-то так дать тоже по нашору попадал но хотя бы перекрывал ну ладно ой как-то мы быстро промотались вперед чуть-чуть назад чуть-чуть вот повтор пожалуйста и вот они убили игрока давайте следить за метеусом теперь и ага метеус прыгнул туда рамбл рамбл начал сжигать метеус ультанул по нему ульта виктора в соло работает 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 и кинни сейчас убьет его да да понятно метеус залез не очень удачно он впрыгнул от него отфлэшился кинни нажав на себя клинс и пришлось метеусу мучиться под его ультой но он в своей ульте стоял зато стирак появился кстати говоря самый высокий кда сейчас в игре у двух игроков и эти два игрока это клаудайновский банифуфу и метеус но метеус в этой игре свой кда подпортил у него пятерочка а по чемпионату 9.6 у банифуфу 8.5 у метеуса конечно этот анкилабл метеус мем практически снова вернулся метеус показывает очень хорошую игру в этом сезоне один из лучших джанглеров там с ним наравне рейновер и свинскерин бегают но они чаще умирает все же чем метеус килл партисипейшн зато у них выше так по киллам метеус очень хорошо держится и по ассистам тоже вроде неплохо но килл партисипейшн у него ниже метеуса 65 процентов что-то в этом роде а остальных там которых я назвал двух игроков у них там за эти проценты посильнее будут метеус фэйсчекает ультанет ли да ультует шэн тоже сюда прилетает метеус останется в своей ульте похиляться чтобы получилось хорошая ульта трамбла очень сильная ульта еле-еле смути и сники выживает потому что да ой-ой-ой-ой-ой выживает смути не пошел прикрывать сники вы это видели смути даже начал смещаться в сторону смути а смути начал смещаться от него и сники такой ладно если я должен умереть я умру здесь и он не умер ну понятное дело там было что если смути будет прикрывать то он точно умирает а у сники все же был шанс остаться в живых и он сработал там где-то 50 хп осталось а пола не хватило дэмэджа ну что ж с нашером клауд найна кроме как дрейк больше ничего не сделали и поэтому преимущество всего лишь 8000 и вот в такие конечно ульты попадать очень опасно почти минус 2 игрока за раз было сделано о зато клауд найна собрали локет тут интересно я смотрел видосик про как раз тоже клауд найна ну у них на их собственном канале там выкладываются видосики разные сейчас они решили в этом году делать в этом сплите делать ролики после каждой их недели с закулисными диалогами с флеймом и со всем остальным ну и вот среди такого полуфлейма было Метеус сказал что если у оппонентов 2 ability power игрока топпер и мидер саппорт наш не должен сначала какую-то херь собирать а должен сразу собирать локет там просто была одна игра которую они проиграли и локет там собирался четвертым айтемом или что-то в этом роде там как-то очень долго к локету не приближался я не помню кто там был саппорт может смутья может банифуфу но Метеус это произнес очень четко и причем с такой знаете с укором на саппорта что это твой косяк и рипер сразу начал защищать рипер по-корейски только говорит и он там по-корейски сразу начал бомбить мол говорит ну и там переводчик сразу его перевел ребята забыли о прошлой игре играем сейчас новую ну как бла-бла-бла-бла то есть он сразу конфликт пытался унять но Метеус это конечно разозлило то что саппорт такие элементарные вещи не знает но это абсолютная правда ребят если два обилити пауэр у оппонентов топпер и мидер это апшники вы обязаны собирать локет первым айтемом что бы там ни было каким бы вы чемпионом не играли ну учитывая каких они там играли чемпионов этого брауму вряд ли даже было скорее всего либо бард либо карма была я даже не знаю какой там другой айтем могли собирать эти чемпионы но так есть тем временем у нас 5-14 счет следующий дрэйк будет элдер минута до нашора около наверное в 4 дракона элдер дрэйка они могут спокойно обменивать на нашора но учитывая что там интервал будет целая минута так что клауды скорее всего заберут на шора и элдер дрэйка и апоксом придется защищаться против этого дабл бафа целых 2 минуты мучиться против дабл бафа клауд пока захватили весь синий лес ждут чтобы твистед фейт далеко дошел тем временем тф у нас с чем тф у нас фулл билд ребят обратите внимание фулл билд причем очень жесткий на 600 обилити 650 где-то обилити пауэр твистед фейта у аполло нет макгреза да аполло ваншотится сейчас если что твистед фейт его ваншотает так сколько у него 644 вот я ошибся не 650 644 плюс фляжку на 25 обилити пауэр можно купить ну вот 670 будет с нашором 700 если кейтлинг где-то зазевается и у нее рядом никого не будет то есть она будет со своим номинальным макгрезом то твистед фейт просто прилетает дает по ней желтую карточку кушку автоатаку она умирает это серьезно там порядка 2400 урона ой шрим пришел фейсчек но клауднайна его не отпустит уже по ульте рамбла клауднайна сейчас будут играть но хорошая вот она ульта кендредки которая является как раз таки контроль к рамблу ух как тут все выжили более хорошей ульты конечно рей и придумать не мог но ты за контр пикнут и ничего против этого не сделать клауднайна минус 0 3 игроков забирает на шора и могут с этим же на шором пойти забирать элдер дрейка ну часть команды сейчас реколится метеус же купил себе га тем временем за кда борется давайте смотреть еще раз вообще нет никакого вижена даже синего тринкета шримп поэтому пошел вперед клауднайны не двигались чтобы шримп не дай бог их не видел и сейчас рамбл дает ульту на которой огромные просто куски отрывались у клауднайнов но не тут то было их не добить ну да и с этим нашором пошли делать элдер дрейка рик сайка даже близко не находится но наверняка все равно клауднайны сыграет через смайт как неаккуратно было сыграно ну видимо не боялись что кто-то может пересмайтить а у метеуса сейчас когда он ровно семерочка я так понимаю все еще хуже даже чем показатель по чемпионату так что есть к чему стремиться метеусу ну а банифуфу в этой игре нет в этой игре есть смути у которого кда похуже чем у банифуфу как есть так есть клауднайна вообще если посмотреть на показатели опять титулы лучших игроков позахватывали самое большое количество киллов у дженсона на втором месте по киллам идет сники и это учитывая что некоторые команды уже сыграли шесть игр а клауднайны столько ну тут есть небольшой плюс клауднайны играли это постоянно 2-1-2-1 то есть понимаете они каждый матч играет по 3 игры по 3 карты а 2-0 они даже фениксов не смогли победить ой тут их спешила отрезали я даже не заметил как станом попал в него дженсона и мне кажется не то ой у метился небольшие проблемы но у него есть га он пытается повоевать один в три прилетает сюда твистед фейт килл еще один килл 2 килла и 3 килла уже получается для сники но третий килл это за экспешила и можно тут еще кстати квадру пойти делать но не будут вылезать с базы уже апокса наверное дают последние свои 2 ульты но слишком много магреза собрано у клауднайнов хоть даже войдстафы и собраны но пробить это не получается метеус просто пошел анманерить но остался в живых когда я себе не испортил первую игру клауднайны выиграли давайте глянем что там у тсм было просто перемотаем чуть-чуть назад раз у нас уже две игры здесь дабл лифт тут умирает нет нет остается в живых нет нет и остается в живых я так понимаю тсм и победили нрджи но я и не сомневался нрджи намного слабее выглядит даже чем в прошлом сезоне они заменили джанглера кивики до себе взяли вот эта вот последняя замена в конце сезона они от декери поменяли взяли аэшки вот этого себе парня из Кореи молодого или он там не из Кореи ну или из Японии короче откуда-то этот парень был он точно не из Кореи он какой-то такой Тайвань Таиланд вот что-то такое ну и так из-за того что они джанглера поменяли особо результата у них нет и они пока на этом чемпионате вообще никого не побеждают так что у них вообще все грустно ну а мы пока идем на перерыв это будет это будет Бонни Фу Фу.